Сейчас я вам хочу рассказать и продемонстрировать, какие бывают распространенные ошибки на интервью. Для примера я взял парень, у него был отказ. Мы ему исправляли кейс. Как происходит у нас экзамен? Человек оказывается возле доски. Мы ставим камеру. Как правило, в комнате 2-3 человека. Человек попадает в среду, которая ему непонятна, которая ему не знакома, в которой он никогда не бывал. Сейчас я хотел бы разобрать то видео, которое мы сняли, и показать те наглядные ошибки, которые возникают у человека. Первый вопрос. Посмотрите, пожалуйста, на его руки. Он начинает трогать глаза. Это первое соматическое проявление. Как только я задаю вопрос, расскажи, что это? Его левая рука потянулась к носу. То есть он чешет нос. Это соматическое проявление. То есть он волнуется, и он по эмоциям находится где-то, проявив страх. Опять правая рука пошла к носу. Соматическое проявление. То есть он сам просто пытается закрыться от меня. Так, правая рука пошла к уху. Опять к носу. Опять, смотрите, он чешет лоб. Так, второе. Значит, у него изменилась работа, то есть он не указал работу. Опять чешет нос. Опять чешет лоб. Все это соматические проявления. То есть он не способен лицом к лицу стоять передо мной. То есть для него это стрессовая ситуация. Когда он окажется в посольстве рядом с миграционным офицером, все это будет намного сильнее. То есть здесь, в этом кабинете, ему обстановка более-менее знакомая. Там будет все так же, но сильнее. Я ведущий, он говорит, что он ведущий. Как же там было? То есть я ведущий, как же там было? То есть это говорит о том, что человек заучил свою работу. Это не его работа, потому что когда есть реальность относительно работы, то человек никогда не будет вспоминать, как это было. Сейчас он, так, голова у него поднята, и он, у меня есть помощник, этот текст он заучивал, и он уже фактически цитирует мне из памяти то, что он заучил. Так, опять. То есть у него соматика, он потеет. То есть он потеет, он постоянно убирает полосолба. Так, рука пошла назад. Правая рука пошла назад, теперь он чешет затылок. Так, он трогает нос опять. Значит, первое, у него есть семейный бизнес, но при этом на его работе он зарабатывает 500 долларов в месяц. Я, например, логически связать это не смог. То есть когда логически не сформируется картинка, да, то это уже говорит о том, что, ну, что-то тут не так, что информация, она ложная. Я ему задаю как раз этот вопрос, почему ты не работаешь в семейном бизнесе, а работаешь на каком-то стороннем предприятии за 500 долларов в месяц. Опять у него лоб вспотел. Значит, какие-то проекты, какие-то инвесторы говорят о том, что это ложная информация, человек едет совсем с другими целями. Когда человек едет в США конкретно искать партнеров, он знает, кому он едет, зачем он едет, где они будут встречаться. Значит, в анкете можно указывать брак, в том числе и гражданский брак. Вот у него в предыдущей анкете этого не было. Он дал информацию по девушке. Мы внесли в анкетные данные информацию по девушке. То есть оказалось, что это не так. То есть это было вымышлено. Я задаю вопрос по поводу девушки. Ну, для меня было странно, что он ее почему-то решил не указывать. Ну, хорошо. Сразу же раз показывается опять вот это движение правой рукой, то есть он как бы не конфронтирует. То есть он не может стоять лицом к лицу в ситуации, когда ему нужно говорить. Моя задача задавать ему такие вопросы, к которым он не готов. Когда человек говорит «ну да», это означает, что он не уверен. Вот это вот «ну да», то есть он не уверен. Если на интервью человек скажет «ну да», то это означает, что миграционный офицер больше примет сторону отрицательную, нежели положительную. Потому что здесь как бы точно нет стабильного данного, то есть какая-то неуверенность. Так, значит, четвертый пункт, это указали имя начальника. Есть изменения, всего их было пять, насколько я помню, да, но от двух других, там, четвертое и пятое изменения, но ему пришлось напоминать. То есть когда человек четко знает, что у него в анкете, когда он четко понимает, где его пробелы, из-за чего у него был отказ, он наверняка должен знать, на основании чего это произошло, он не помнит. То есть это получается, что кто-то ему либо помогал, либо он просто забыл. То есть если это действительно с ним происходило, он не должен этого забывать. Это его опыт, это его практика. То есть анкета ДС-160 должна на 100% быть ему понятна. В данный момент он не понимает. То есть у него есть пробел в этой области, и он даже о нем не вспомнил. То есть это означает, что, тут как раз речь шла о МДИ-курсе, то, что он ездил до этого, имел опыт обучения, но это означает, что вот эта информация, которая изменилась, он ее до конца для себя не принял. То есть он, да, он согласился, что да, это так, но на самом деле это не его информация, и она никакого отношения лично к нему не имеет. И фактически это уже не доказательная база. То есть он уже этим оперировать не сможет как инструмент. Все, это для него уже не работающий инструмент. Так, четвертое уточнение случилось. Опять он потеет. Опять я ему указываю на пятый пункт, он его не помнит. То есть всего у него изменилось пять пунктов анкеты. То есть он уже готов к тому, что будет вопрос по поводу работы. Так, теперь вопрос по тому, чем он занимался все время в Москве. Почему он подает в Москве? На самом деле очень много граждан в Портигизии подает в Москве, и возникает в московском консульстве вопрос, да, почему так много людей не подают там, в Пешкене, а подают здесь. Вот, и должно быть весомое основание для того, чтобы здесь подавать. То есть лично он ходил на мероприятия, которые были при посольстве, связанные с языком. Ну, в общем, в итоге что мы видим по нему, да, то есть по первому пункту, в принципе, вопросов нет. Хотя вообще все, полностью все это видео показывало, что он себя чувствовал очень не очень хорошо, то есть у него постоянно были соматические проявления, он постоянно поднимал логики кверху, он закрывался, забывал текст, так как он был заучен. Выяснилось, что девушка, которую он показывает, да, в третьем пункте, она на самом деле по факту вымышленный персонаж, это сразу стало ясно. Два, четвертый, четвертый и пятый пункт он вообще не вспомнил. Ну, в итоге, когда он оказался в посольстве, естественно, все это умножилось как минимум на 10, и он провалил интерьер. То есть вот этот вот экзамен показал, что... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова